МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире СИБИСИ и экономика дня в студии Хайла Мамедва. Здравствуйте! В этом выпуске о новом агентстве по развитию экономических зон и историческом решении Азербайджана и Туркменистана о совместной разработке месторождения в Каспийском море. В обсуждениях примут участие Анар Заев, доктор философии в области экономики, проректор ЮНЕК Азербайджанский государственный экономический университет. Господин Анар Заев, еще раз здравствуйте. Большое спасибо, что уделили нам время. Онлайн к нашим обсуждениям подключится Ибрагим Ахмедов. Он заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью государственной нефтяной компании Азербайджана СОКАР. Еще раз вам также здравствуйте, господин Ахмедов. Большое спасибо за то, что уделили нам время. Приветствую вас. Спасибо. Господин Анар Заев, с вашего разрешения. Я все же хочу нашу беседу начать не с исторического соглашения, о котором мы много уже успели поговорить, а начать с указа президента Азербайджана Ильхам Алиева, которое было подписано сегодня о создании нового агентства по развитию экономических зон. Новую структуру планируется создать на базе Сумгаидского химико-промышленного парка. То есть, почему это было так важно сделать сейчас? Ну, подписанный указ, в принципе, он полностью укладывается в логику промышленной политики, экономической политики нашего государства, которая направленности к политике общеизвестна, то есть это создание промышленного потенциала, расширение промышленного потенциала страны, расширение не нефтяной экономики, а также увеличение нефтяного экспорта. Кроме того, привлечение трудовых ресурсов в промышленный сектор экономики. В этом смысле указ, подписанный господином президентом, достаточно понятен, что государство переходит на более программно-целевой метод управления проектами. То есть, в результате этого указа, я считаю, что будет увеличиться, целью является увеличение рентабельности инвестиций в промышленный сектор экономики, а также, как я сказал, увеличение экспортного потенциала страны и результаты включения в международную цепочку добавленной стоимости, которая является, в принципе, я считаю, что достаточно серьезной целью. И в этом смысле наша экономика, я считаю, что переходит на новый этап развития своей промышленности. И думаю, что после этого указа последуют другие планы действия по созданию агентства, а также по управлению инвестициями, по управлению экспортным потенциалом, создаваемым в этих парках. И в результате, как я уже сказал, рентабельность инвестиций, направленных в промышленный сектор экономики, возрастет. Я с вами соглашусь и поддержу, мы об этом говорили. Но подробнее мы обсудим, когда уже будут более такие очерченные все рамки этого нового агентства, новые структуры, дано достаточное время. А сейчас, господин Ахмедов, я хотела бы, чтобы вы подключились к нашей беседе и перейти непосредственно к теме дня, к теме этой недели даже, да. То есть это тема такое, историческое соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном по месторождению в Каспийском море, которое теперь называется Дост-Луг, Дружба. И господин Ахмедов, я хочу еще раз напомнить, я понимаю, что вы выступали, говорили много и вчера, и сегодня по поводу этого меморандума, этого соглашения в какой-то степени, да, между двумя странами. И все же вот уточнить моменты. Речь идет о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов этого месторождения. Есть ли уже какие-то проекты или, я имею в виду, очертания того, как это будет происходить? Я понимаю, что да, меморандум был подготовлен и подписан, но, скорее всего, ведь велась работа для того, чтобы этого всего достичь. Так, какие будут следующие шаги? Что сейчас будет делаться? И учитывая, что о разведке этого месторождения, о стадии upstream, мы еще говорили, что оно начиналось в советское время и участвовали там азербайджанские геологи. Да, еще раз здравствуйте. Вы верно отметили, что здесь речь идет не о перспективной структуре, а уже об открытом месторождении, то есть о месторождении, на котором проводилась сейсмическая разведка и проводилось разведочное бурение. Эти работы были проведены в советское время, еще в последние годы, в принципе, существования Советского Союза. Азербайджанские специалисты внесли сюда тоже свой вклад, как и во многие другие месторождения на Каспии, но здесь после открытия месторождения, так сказать, страна распалась, и часть месторождения осталась в водах Азербайджана, а часть осталась в водах Туркменистана. Туркменистан назвал его Сардар, Азербайджан назвал его Капас, и потом пошли переговоры о том, чтобы совместно разрабатывать это месторождение. Это, в принципе, то соглашение, которое было подписано сейчас, меморандум по разработке, совместной разработке месторождения, является уникальным. Но в плане наших отношений с Туркменистаном, в плане, что мы до сих пор еще никогда не участвовали в качестве партнеров и, так сказать, акционеров, можно сказать, в некотором смысле совместно в каком-либо проекте разработки какого-либо месторождения на Каспийском море. Да, у нас были экономические торговые связи с Туркменистаном, мы помогаем поставлять туркменскую нефть на международные рынки посредством наших нефтепроводов, допустим. Оказываем некоторые услуги, допустим, ремонт судов из Туркменистана, были такие случаи, но до сих пор мы не разрабатывали еще ни одного месторождения совместно. Конечно, было логично начать это с месторождения, которое находится в пограничных водах. Вначале, так сказать, и сейчас было принято, наконец, это решение, это решение, оно соответствует, в принципе, духу отношений между, развитию отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, которые мы наблюдали в последние годы, как сказал господин президент Эльгам Алиев, за последние три года было подписано около 50 соглашений с Туркменистаном в разных сферах сотрудничества. В то время, как всего с Туркменистаном было подписано около 100 соглашений, то есть половина всех соглашений, подписанных с Туркменистаном, были заключены именно в последние три года. Это говорит о том, что в последнее время отношения с этой страной у Азербайджана шли по нарастающему вектору, то есть они интенсивируются и теплеют, так сказать. И это, в принципе, логично, это логично для азербайджанцев, конечно, это вызвало большой энтузиазм и радость в Азербайджане, по той простой причине, что у нас есть значительная культурная и этническая близость к Туркменистану, к народу Туркменистана. Это братская страна во всех смыслах этого слова для Азербайджана, страна с общим прошлым, страна с теми же этническими корнями, которые имеем и мы, основная масса азербайджанцев. В плане языка для нас самые близкие страны это Турция и Туркменистан, это языки, которые мы можем, в принципе, без проблем понимать и можем, так сказать, обоюдно общаться и с туркменами, и с турками. И это страна, которая близка к нам также в плане религии. То есть они мусульмане, и мы мусульмане, это тоже немаловажный фактор в строительстве отношений. Да, мы поддерживаем отношения на высоком уровне с христианами, странами, с Израилем, допустим. И религия тут, конечно, не играет роль разделяющего фактора. Однако, когда есть религиозная и этническая близость, это дополнительные сопутствующие факторы, которые должен укрепить сотрудничество, я думаю, с этим государством. И это, в принципе, соглашение, которое было подписано, я думаю, оно станет первым шагом на пути к более широкому сотрудничеству, к новой, так сказать, странице в отношениях между Азербайджаном и Туркменистаном. Несмотря на то, что место рождения уже открыто, необходимо провести все равно некоторые работы. Мы считаем, что наверняка здесь будет принято решение в ближайшие месяцы, наверное, о проведении дополнительных сейсмических работ. Как правило, так мы подходим к разработкам других месторождений. То есть, если в прошлом проводились работы, то сейчас мы на основе современных методов, допустим, 3D-разведки проводим новое моделирование. Потом, для того, чтобы с большей точностью определить плодотворные пласты, куда нужно бурить, собственно, возможно, будет новое бурение разведочное. Ну и будет принято решение, соответственно, где ставить платформу из такой, если будет принято решение о строительстве платформы. И какие коммуникации проводить. В данной связи у Азербайджана уже есть некоторые наработки, скажем так, и это способствует разработке это месторождение. Вы хотите что-то сказать? Да, я хотела что-то добавить здесь. Не то, чтобы даже добавить, а уточнить. Вы когда сказали, что речь идет потом о строительстве тех же платформ, где они будут установлены после 3D-сейсмических работ. И здесь возникает такой вопрос. Ну, сразу у меня, например, возник об опыте азербайджанских геологов, об опыте азербайджанских нефтяников. Здесь мы будем ли привлекать еще представителей и специалистов других стран к совместным работам? Или же речь идет только о Туркменистане и Азербайджане? На данный момент речь идет, конечно, о Туркменистане и Азербайджане. Будет ли привлечен капитал, либо специалисты других стран, то есть дополнительные акционеры или нет. Но на данный момент, думаю, об этом еще пока рано говорит. Это все будет предмет переговоров между нашими странами, между компаниями, соответственно, в будущем. Пока планы ясны только в общих чертах. То есть то, что это будет совместная разработка, то, что перед нами предстоит проделать довольно большую работу, но в то же время есть некоторая часть работы, которая уже выполнена, как я хотел сказать. А именно, допустим, представьте себе, вот вы вступаете в новую зону терроинкоглика, где раньше никто не был. И вам тогда нужно для разработки месторождения там строить все коммуникации к этому месторождению для того, чтобы оттуда как-то вывести продукты, которые будут получаться. Это нефтяное и газовое месторождение, там есть и нефть и газ. У нас, в принципе, уже есть линии коммуникации, которые связывают с берегом. Это на территории Азербайджана, да. В азербайджанских водах, скажем так, в азербайджанском секторе Каспийского моря. Посмотрите, допустим, если смотреть от азербайджанского берега в сторону Грукменистана, то сначала, допустим, идет по мере удаления нефтяные камни идут, потом Гюнашли идет, его шельфовая часть, его глубоководная часть. Азербайджан и Чарах, и, наконец, идет Кятас. Ну, или сейчас уже называется дослуг дружба. Да, вот это месторождение, в принципе, оно находится недалеко от наших других месторождений, от месторождения АЧГ, Азербайджан и Гюнашли, которые долго, на протяжении длительного времени разрабатываются. Оттуда ведут линии коммуникации, то есть для транспортировки продукции на берег. Кроме того, после того, как продукция была отфильтрована, очищена в сепараторах и так далее, то есть получили уже нефть готовую для продажи, для экспорта, нужно ее продавать. Ну, естественно, не в Азербайджан, скорее всего, а куда-нибудь за границу. И как ее транспортировать? Для этого нужно было построить какие-то дополнительные коммуникации, опять же, для нефтепровода, но они уже есть, готовы к счастью. И вот это еще дополнительный вклад Азербайджана в этот проект, который был сделан, наверное, еще до этого. Это все способствует, так сказать, снижению, я думаю, в целом стоимости разработки этого месторождения в перспективе. Месторождение по своему потенциалу, по запасам нефти и газа, наверное, можно сравнить с другим знакомым нам месторождением, разработка которого недавно была запущена, это месторождение Карабах. То есть это не самое крупное месторождение, конечно, на Каспийском море, но одно из довольно значимых, можно сказать, вот так, месторождение и доступ. Вот по поводу значимости. Я хотела бы, чтобы сейчас подключился господин Арзаев. Мы также с вами говорили о значимости. Вот значимость, если брать не с точки зрения значимости такой, да, то есть значимость для нас понятие какое-то что-то большое и все прочее. А если брать и конкретизировать эту значимость для Азербайджана, нам сейчас это интересно, да, узнать, что это дает нам, Азербайджану, учитывая, что говорилось о том, что повысит уровень жизни, откроются новые рабочие места. И, конечно, с точки зрения регионального взаимодействия, ведь говорилось о трехсторонних платформах сотрудничества, где важную роль играет наша республика, наша страна, ну и в том числе является партнером Туркменистана. Во-первых, я бы хотел сказать, что вот это соглашение, оно открывает новую веху в региональном таком сотрудничестве здесь в энергетическом и в экономическом сотрудничестве. И еще вот я бы хотел сказать, что действительно удивляет способность нашего государства во главе с господином президентом способность создавать небольшое преимущество и развивать его до стратегического перевеса. Фактически вот это соглашение, оно создает стратегический перевес в регионе. Кроме того, мы видим фактически вот как перекраивается лоскут, если так можно назвать, евразийский экономический лоскут, он перекраивается, он становится другим, включаются другие игроки, другие механизмы. И тут вот решающую роль в последнее время все больше и больше начинаем играть мы как государство. Если говорить о месторождении самом, вот называют цифру 50 миллионов баррель, 50 миллионов тонн, но это не продается не тоннами, а баррелями, это примерно 370 миллионов баррелей, что в принципе достаточно солидная цифра. Это, конечно, не такое огромное количество баррелей, но это достаточно солидная цифра. Солидная, но здесь сразу возникает вопрос о спросе, о том, что волатильный рынок. Ну, рынок нефти, вы знаете, он все время был волатильный, более волатильный, чем, скажем, другие энергоназисты, скажем, газовый рынок. И в этом рынке достаточно, мы достаточно привыкли работать на этом рынке, как страна, и можем как-то предупреждать сложности, возникающие на рынке. То, что касается нынешней ситуации, знаете, тут сложно дать прогноз, конечно же, по ценам на нефть, потому что тут очень много факторов влияет на цену нефти, но есть такой момент, что мир находится в экономических сложностях, если можно так выразиться, из-за пандемии. Так вот, в такие периоды, конечно же, спрос на нефть, он немного падает, но включается другой механизм, инвестиционная компонента нефти. Большие деньги, они ищут, куда инвестироваться, они инвестируются в золото, в нефть, потому что знают, что и золото, и нефть – это ликвидность. Поэтому я не считаю, что в ближайшее время будет происходить сильный сплат цен на нефть, возможно, в дальнейшем это что-то будет происходить, но это уже такая конъюнктура рынка. Да, но там есть еще моменты по поводу хранения и все прочее. Здесь снова господин Ахмедов, подключитесь вы, пожалуйста, к нашей беседе. Я просто хочу вас уточнить один момент. Учитывая ваш опыт работы в государственной нефтяной компании, учитывая ваши знания в этой сфере, я хотела бы узнать, вот примерно сколько может занять этот процесс разведки, разработки и освоения углеводородных ресурсов. Сейчас мы именно говорим о месторождении Дост-Лук, которое назвали в Каспийском море, Азербайджан и Туркменистан, то, что раньше называлось КПС. Как говорит мой опыт, высказывая какой-либо вопрос, прогноз в этом отношении, дело неблагодарное, сложное и, скорее всего, этот прогноз не оправдается, потому что это будет чисто спекулятивной попыткой. Тут очень слишком много факторов влияет на это. С одной стороны, да, рыночная конъюнктура, как будут развиваться цены, инвестиционные возможности сторон, то есть когда возникнет окно для определенных инвестиций, когда возникнет окно, скажем, для бурения, допустим, когда возникнет, допустим, будет свободная буровая установка, которую можно будет туда поставить, если такой план будет, к примеру. Это тоже влияет на разработку месторождения. Когда возникнет окно для строительства новой платформы на заводе. То есть очень много вопросов, которые нужно рассчитать в рамках от планирования проекта. Поскольку эти работы еще не были проведены, поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя сейчас высказывать полевого прогноза. Наверное, после того, как будет уже проведено первичное проектирование, первичный проектный дизайн, когда у нас будет первый фид, вот тогда можно будет высказать какое-то предположение касательно даты, но как показывает опыт, обычно даты, датам свойственно смещаться, потому что, да, рынок, он меняется, допустим, пандемия произошла, вот сейчас она сместила очень многие даты, и это было неизбежно, и, в принципе, нам удалось завершить некоторые проекты, но которые, в принципе, уже близились к завершению, например, ТАП Южный Газовый Коридор уже практически завершен, а вот некоторые другие, там, допустим, на них пандемия повлияла, она, допустим, сместила и графики, и сейчас, в принципе, мы не можем знать, произойдут какие-то, допустим, какие-то подобные катаклизмы через год-два, насколько еще продлится пандемия, будет демутировать, допустим, вирус так, с такой степенью, что вакцина вообще не поможет. Господин Ахмедов. Очень много, очень много черных лебедей, скажем, вот в этом прогнозе. Господин Ахмедов, да, а если не говорить об этих черных лебедях и рисках? Нет, нет, о них нужно говорить, потому что это как бы ответственность, когда ты выскажешь какой-то прогноз. Но я хотел бы сместить здесь фокус в другом направлении. На самом деле, я считаю, что здесь не столько важно сама разработка одного конкретного месторождения, как факт сотрудничества на более высоком уровне. Вот на это, я думаю, стоит обратить больше внимания. Потому что две страны пришли к решению сотрудничать на таком уровне, что они становятся партнерами в одном проекте. И если это сотрудничество будет успешным в ближайшие годы, это значит, что у нас есть очень хороший прецедент, опыт, на который, основываясь, мы в будущем могли бы сотрудничать и в других аналогичных проектах. Я тут имею в виду уже не, скажем, не проекты разработки месторождений пограничных каких-либо, а, допустим, месторождений, которые были бы на территории Азербайджана или на территории Туркменистана полностью. Мы, в принципе, имеем интерес к участию в проектах, обстрим-проектах других странах, например, в качестве предоставления буровых услуг. Не исключено, что Сокар могла бы стать также и оператором каких-либо месторождений за рубежом. И акватория Каспийского моря, в принципе, он является нашим первичным буквным назначением по логике географической близости. Если мы будем выходить за пределы Азербайджана, мы уже выходим за их пределы. И до сих пор мы двигались на запад. Но это было в плане, в основном, переработки нефти, в плане ее транспортировки, нефти и газа. Но в плане обычной нефти и газа логичнее, в принципе, нам было бы двигаться все-таки на восток. И вот тут у нас есть такие страны, как братские страны, Туркменистан, Казахстан. Есть Россия, где уже мы, в принципе, вступили в российский рынок в качестве инвестора некоторое время назад. С Узбекистаном ведутся определенные переговоры. Но возвращаясь к Туркменистану, я вижу, здесь очень большой потенциал. Это страна, которая располагает едва ли не самыми крупными запасами газа. Это одна из стран с крупнейшими запасами газа в мире. И это страна, которая сейчас транспортирует свой газ на восток. Она транспортирует ее в основном в Китай, сбывает ее на китайском рынке. Но любая страна так или иначе заинтересована в диверсификации рынков сбыта, чтобы не быть слишком зависимым, так сказать, от одного определенного рынка сбыта. Это логично, что, допустим, Казахстан, Туркменистан и, возможно, другие страны будут в то же время задаваться таким вопросом, а могли бы мы направить, скажем, наш газ или нашу нефть на Запад? С нефтью тоже происходит, как я сказал. С газом, в принципе, возможности тоже открыты. У нас есть южный газовый коридор. Сейчас он заполняется азербайджанским газом из месторождения Шахданиц. Но в будущем, в принципе, возможно его расширение, удвоение его мощности. И вот тогда возник бы возможность сюда подключения также Туркменистанского газа. Как вы знаете, Туркменистан уже несколько лет участвует в ежегодных встречах по министрам страны. Да, консультативный совет по южному газовому коридору. Южного газового коридора. Это тоже говорит о чем-то, да. Скоро состоится, да, заседание? Да, скоро планируется провести очередное заседание. То есть, в принципе, за последние три года Туркменистан, с одной стороны, регулярно участвовал в этих заседаниях, с другой стороны, в значительной степени решился вопрос, было написано соглашение между странами, и коспийскими странами. Наконец, интенсификация отношений между Туркменистаном и Азербайджаном. И вот такая вот важная историческая века, когда мы уже готовы работать рука в руку в плане разработки одного месторождения. Месторождения. Даже если взять его значимость символическую, в качестве символической, именно в таком качестве она является очень важной, я думаю. Я... Потому что горизонты сотрудничества, они намного более интересны, даже чем сама разработка этого месторождения. Конечно, да, мы об этом тоже говорили, и господин Розаев хотел как раз во время того, как вы говорили обо всем этом, тоже дополнить и по поводу прецедента, что такого никогда не было, и вот сейчас впервые такое происходит, и по поводу тех проектов, о которых вроде бы забыли на время, и которые были невозможны в связи с тем, что и не был урегулирован статус Каспийского моря, а затем были кое-какие еще разногласия. То есть вроде бы сейчас все решилось. Возможно ли реабилитация тех проектов, о которых на время не то, чтобы забыли, а задвинули куда-то в ящик, и, конечно, все же говоря об этом прецеденте, о том, что, как сказал господин Ахмедов, нужно рассматривать не как одно, а как горизонт для открытия новых возможностей. Я полностью согласен с этим тезисом, что это горизонт для открытия новых возможностей. Нам нужно понимать, что Туркменистан это отнюдь не бедная страна. Никто так и не говорил. ВВП, номинальный ВВП Туркменистана сравнимо с нашим ВВП. Там по рецепту покупательные способности там цифры другие, но номинально это сравнимо с нами. В Туркменистане, уверяю вас, они тоже ставят цели создания неэнергетической части экономики. в обоих странах существует вот такой перегрев капитала. Капитал должен куда-то двинуться. В этом смысле другие инвестиционные проекты как для Туркменистана, так и для нас, а также и совместные инвестиционные проекты будут интересны. Тут из всех инвестиционных проектов, кроме всего прочего, конечно же, нужно обратить внимание на транспортные проекты, не только на перевозку скажем нефти, но и просто вот самые исторические перевозки Баку. Туркменистане еще в самом начале шелкового пути это было одним из ответвлений, вот это, как вы говорите, задвинули в ящик, в долгий ящик, и возможно, я думаю, что это вот возобновится. Туркменистане это достаточно большой и серьезно реконструированный порт, он для нас, для азербайджанцев, как говорится, тоже родной, как говорится, мы давно туда плавали, Каспийское морское пароходство, очень долго туда плавало, первый паром советский, Азербайджан, по-моему, назывался, он туда перевозил пассажиров. В этом смысле, я думаю, что вот эти проекты, они, конечно же, возникнут, и очень хочется надеяться, я думаю, что могут возникнуть взаимные инвестиционные потоки в реальную экономику. Тут есть еще другой момент, что в региональном смысле возникает совсем немного другая ситуация, то есть мы тут скорее всего увидим платформы сотрудничества Азербайджан, Турция, Туркменистан, вот такой вот, Азербайджан, Азербайджан, Туркменистан, сопредельные страны с Туркменистаном, то есть, говоря о горизонтах, тут, конечно же, нужно иметь в виду, что это также и горизонты дальнейшего усиления сотрудничества между нами и среднеадзиатскими странами, вот всем этим регионам, а также нашего партнера и братской страны Турции с этими, с этими регионами. То есть, диверсификация в какой-то степени всех этих связей, да, экономического характера, в частности. А если говорить об энергетических проектах, вот, господин Ахмедов, у нас, правда, не так много времени осталось, и все же момент уточнить. Господин Арзаев сказал о транспортных проектах, вы вот сказали по поводу того, что Туркменистан неоднократно участвовал и изъявлял желание по поводу того, чтобы примкнуть к проекту Южный газовый коридор, участвовал в заседаниях консультативного совета, которые проходят традиционно в Баку в феврале. Так, как это может произойти? Здесь просто, знаете, на ум сразу приходит проект, помните, транскаспийский газопровод, и много говорилось о том, что все эти проекты, они могут быть возможны с разрешением статуса Каспийского моря, а потом вновь как-то перестали говорить. Для осуществления этих проектов должно быть выполнено несколько предусловий, скажем так. Политическая сторона этого вопроса, которая была в том числе связана со статусом Каспийского моря, она в значительной степени, возможно, уже разрешена. Тут есть также и экономическая, то есть коммерческая составляющая. Как я понимаю, Туркменистан сейчас, так сказать, рассматривает этот вопрос также. Ну, есть заинтересованность с другой стороны и потенциальных покупателей, то есть это в первую очередь наверное европейские страны все-таки, потому что рынок Турции, он уже в значительной степени насыщен газом. Да, там возникает время от времени дополнительная потребность в газе, но они сейчас очень хорошо его смогли деперсифицировать. В принципе, даже без среднеазиатского газа не получают газ впоследствии с ЛНЖ. В значительной степени уже в прошлом году они достигли этого. Они смогли перевести значительную часть энергетики также на эльце возобновляемой энергетики, то есть понизили свою зависимость от импортируемого трубопроводного газа, который приходит в основном из России и Азербайджана, некоторая часть также из Ирана. Азербайджан сейчас становится вторым экспортером в целом на турецком рынке по объемам ежегодного экспорта на первом месте в России традиционно идет, но порой даже мы выходили невольно на первое место. Туркменистан может посредством Азербайджана подключиться к южному газовому коридору. Это возможность обсуждать, как я понимаю, представителями обеих сторон. Это вопрос, который в значительной степени наверное все-таки больше в интересе Туркменистана самого и в интересе покупателей. Азербайджан я не буду отрезать в некоторой степени конечно заинтересован сотрудничество со всеми сторонами в том числе и с братским Туркменистаном. Да, для нас имеет тут также некоторый смысл в плане транзитной страны, через которую будет возможно проходить этот газ. То есть это для нас дополнительный источник некоторой прибыли. Также мы получим прибыль от транспорта газа и через другие сегменты южного газового коридора, которые находятся в других странах, допустим, в Турции, Танапе, или в Европе, во всех этих нефтегазопроводах у нас есть доля участия. Соответственно, мы будем получать также и долю прибыли, независимо от того, чей газ будет через них транспортироваться. Но это может быть не только среднеазиатский газ, это может быть газ из Азербайджана, это может быть газ из других стран. Ближнего Востока, допустим, такие вопросы тоже поднимаются время от времени. Это может быть Эланджигас, который может заполняться, скажем, в Греции дополнительно в ТАП и потом поставляться в Италию. То есть тут очень много открытых вопросов. Мы готовы сотрудничать со всеми. И важно здесь отметить то, что в политическом плане, я думаю, с самого начала был очень искусно организован дизайн этого проекта таким образом, чтобы ни у кого не возникло, так скажем так, то ли искушения, то ли раздражения, чтобы помешать ему. Только в этом проекте участвуют все наши дружественные нам страны, включая, допустим, российскую компанию ВКОЛ, включая иранскую компанию НИКО, турецкое ЭТП, британское, допустим, БИПИ. То есть, в принципе, все стороны света здесь представлены. И он открыт для всех стран, включая также и Туркменистан, между Туркменистаном, между Средней Азией и Европой находятся, в принципе, их разделяются всего три страны. Россия, Азербайджан и Иран. И в географическом плане, и, скажем так, в идеологическом плане, ну, в плане, так сказать, этнической близости и так далее, сотрудничество Туркменистана и Азербайджана в этой связи представляется как наиболее логичное. Спасибо большое, господин Ахмедов. Господин Арзайф, вы хотели что-то добавить. Да, я хочу. Очень коротко. Очень коротко хочу добавить. Так как в скорочной перспективе, если анализировать рынок газа, все-таки спрос на газ, он растет. Спрос на газ, да. И спрос, он побудит предложение, создат предложение. И я считаю, что для трехместного газа существуют перспективы для продажи как минимум в Турции, где потребность превращается в платежеспособный спрос. Да, хотя господин Ахмедов сказал, что сейчас больше потребность на европейских рынках, и турецкий рынок в какой-то степени перенасыщен. И все же большое вам спасибо за то, что приняли участие, ответили на наши вопросы. Я напомню нашим телезрителям, что в эфире телеканала CBC они смотрели передачу «Экономика дня», вела ее я, Хайл Мамедова. В этом выпуске мы говорили об историческом соглашении о разработке, совместной разработке месторождения в Каспийском море между Азербайджаном и Туркменистаном, а также поговорили о новом указе президента Азербайджана о создании агентства по развитию экономических зон. Все это время в студии телеканала CBC вместе со мной находился Анар Заев, доктор философии в области экономики, проректор ЮНЕК, это Азербайджанский государственный экономический университет. На связи онлайн со студией CBC находился Ибрагим Ахмедов, не только официальный представитель СОКАР, а также заместитель начальника департамента по организации мероприятий, а также связям с общественностью государственной нефтяной компании Азербайджана. СОКАР, я повторюсь. И еще раз вам большое спасибо, крепкого здоровья, оставайтесь с телеканалом CBC. Редактор субтитров А.Семкин